В канцелярию было сделано после того, как мы узнали, что всем им были вручены под распис по приглашению. Пять звонков в канцелярию, они заявили, что потеряли приглашение. Попросили прислать факс в канцелярию. Мы послали факс, это был уже шестой способ коммуникации, вернее, пять до этого по телефону и по факсу один раз. А нам пообещали перезвонить и не перезвонили. Когда я говорю пообещали, то речь идет о тех людях, которые поднимали трубку. Эти люди очень ни в одном заведении боялись назвать свою фамилию. Они требовали объяснения, почему нас интересуют их личные данные. Но если нам кто-то говорит Елена, Катерина и так далее, это вовсе не значит, что в этом офисе нет трех Елен или двух Екатерин. И поэтому мы хотели точно знать, кто нам дает, мы надеялись, положительный ответ. Значит, как вы поняли, по первому номеру ответа не последовало. Дальше Литвиненко. Звонили два дня с периодичностью часа, каждый час. Катя, у меня там телефон звонит. Ответьте, пожалуйста. А не дозвонились. По-видимому, у него нет секретаря, в этом плане мне лучше. У меня есть. Дальше Виктор Александрович Миненко. Перезвонка в канцелярию. Канцелярия перенаправляла нас в приемную. В результате нам сообщили, присутствовать не сможет, будет занят в это время. Мы полюбопытствовали, чем будет занят. Потому что есть занятия разного свойства. И я должна сказать, что мы предоставляли возможность делегировать кого-то еще. Но никто к нам направлен не был. Четвертый. Алтавченко, знаете кто. Два звонка в приемную. Приемная перенаправляет в канцелярию. Два звонка в канцелярию. Обещали перезвонить. Не перезвонили. А дальше Шиян. Шиян нам сообщили, делегировал Шарлаевы Сергея Горесовича, руководителя управления по работе с объединениями собственников и так далее. После нескольких звонков нам ответили, что Шарлаев Сергей Горесович прийти не может, так как не предоставлены материалы и они вообще никакого кризиса не видят. По-моему это интересно. Дальше Янченков обещали, четыре звонка в канцелярию обещали перезвонить, не перезвонили. И наконец Юрий Петрович Бутенко направил Оресю Александровну Артемьеву. Посмотрите, она есть? Вот и все. А теперь мы начинаем, как я и обещала, через пять минут после назначенного часа. Что касается прессы, да будет вам известно, что у нас самая полная база прессы. Прессу мы рассылаем автоматически, прессивные сообщения рассылаем автоматически. И у нас сегодня присутствуют две журналистки, которые представляют качественную прессу, но, увы, пока только две. Но они имеют такую особенность, еще и опасную. Вот и все. И я передаю слово инициатору Александру Викторовичу. Пожалуйста. Добрый день всем. Здравствуйте, Александр Викторович. Я родился в Ленинграде, в нашем родном городе. Биография? В 80-м году я коротко. И всю жизнь живу в Игнералтейском районе, в бывшем Октябрьском. Знаю это о всех и каждом. В свое время работал в прокуратуре. Суть в следующем, переходим к сути. Значит, 2011 год, осень. Мы ранние сроки пока не будем. Значит, весь район требует обвешивать бумажки. Бумажки, вот такого характера, я хочу, чтобы, так сказать, люди видели. Вот такие бумажки обвешивают везде, где только можно. Где только можно. Следующее содержание. Жилком сервис 1 Адмиралтейского района просит вас, написано. Тут 1 декабря 2011 год звучит договор управления многоквартирным домом. Объясняем, что обязанность по заключению договора возложена на собственников. И дальше написано. В случае отказа от заключения договора, мы будем вынуждены обратиться в суд по следующему возложению на вас всех судебных издержек. Требоискательных знаков и угрозы. Помимо таких бумажек, значит, были звонки, были, так сказать, визиты сотрудников ООО «Жилком сервис 1 Адмиралтейского района» во все дома нашего района. Домов больше полутора тысяч, но в «Жилком сервисе» 640 многоквартирных домов в микрорайон Холома. Значит, поскольку меня люди знают, и знают о том, что я юрист и бывший следователь, ко мне подошли и спросили, что это означает, почему там такое требование нам выставляют. Я объяснил людям, часть людей своих, что такое оферта, предложение о запрещении договора, в каком случае его могут выставлять, эту оферту. В данном случае они не имеют права требовать от нас получать договоры, поскольку не подтверждено документально их правовое положение, кто они такие, что они являются управляющей компанией. После этого, как только началась эта история, подошли люди и показали протокол общего собрания. И женщина говорит, подпись, вот я моя фамилия, подпись не моя, не моя, Егорова и Людмила Алексеевна говорят. Значит, протокол о чем? Об избрании формы управления. И вот мы переходим к нашим героям, которые не пришли сюда. Один из них, Янченко Виктор Александрович, на протоколе... Я хотел бы его показать... Сейчас я... Если будет возможно, дадите какое-то время. Значит, соответственно, на протоколе она... Женщина говорит, что это не моя фамилия, а рядом стоит подпись Янченкова. Да, Янченков, соответственно, он там расписался. Значит, Виктор Александрович, начинаем искать Янченкова, начинаем искать Янченкова. Значит, находим его в администрации Петродворцового района. Значит, естественно, подпись подделана Егоровой, Людмила Алексеевна, моей соседки. Вот ее заявление. Она сразу же пошла, первое заявление было. Вот она. Прокурору района, Адвера Алтейского, подает заявление еще в ноябре 2011 года. Все, подпись не моя. Вот этот протокол. Вот таким образом. Я сейчас объясню, что дальше, что это означает. Вот протокол собрания, да? Значит, пусть, кто говорит, протокол собрания был оформлен. Соответственно, эти люди, администрация, вместе с ООО «Жилком сервисном районе» Адвера Алтейского района, это аффилированные с ними компании. Аффилированные, это, ну, друзья-товарищи русским языком, а, так сказать, сейчас это модное слово «коррупция», да? Значит, вот эта компания вместе с администрацией оформляют вот эти вот бумажки. Вот эти бумажки. Вот эти бумажки, они, так сказать, это счета на оплату жилого помещения, коммунальных услуг. И вот сюда, вот вниз, вниз, попадает компания ООО «Жилком сервисном районе» Адмиралтейского района. Путем вот этого процессированного протокола. Она попадает не только в мой дом, 154, но попадает в 640 домов. Фактически одной датой по всему району по Адмиралтейскому. Это дома от Адмиралтейской набережной до Курлянской улицы и от Гороховой до… да. Вы конкретнее. Значит, конкретнее. Значит, начинаем эту работу. Начинаем эту работу плотно. Значит, с чего она начинается? С того, что люди все подают заявление в прокуратуру. Значит, весь мой дом. И дальше начинается, значит, движение по району. Люди узнают. Потому что все дома в критическом состоянии. Вот. Это вот один из таких видов наших домов. Они все такие, да? Там, пробитие стены, текут крыши. Ну, просто разрушены дома напрочь. Вот. И люди один за другим, дом за домом, все начинают сообщать одни и те же сведения. Что? Никаких собраний не было. Что никаких договоров мы не подписывали. Противно. Что эти квитанции, так сказать, никакой силы не имели по нашему мнению. Потому что эта компания здесь стоит незаконно в этих квитанциях. Все. Соответственно, мы подаем массовое заявление в прокуратуру. Массово. Есть район. Ну, сейчас уже где только, может быть, если почитать, 50 домов. 50, я знаю. Больше не надо. Больше не надо. Выясняются одни и те же факты, что, соответственно, подделаны подписи, подделаны подписи. Ну, и дальше вот такая нехорошая история начинается, которая вынудила меня уже в ФСБ обратиться в Москву, выезжать несколько раз. Терранс. Говорят, что, соответственно, возможно, опять же, почему мы говорим возможно. Есть заявители, которые против этого слова «возможно». Они говорят, что вот это преступление, так сказать, против людей, надо их наказывать. Ну, я употребляю своего возможности, потому что я юрист с межнообразованием, и я не могу, значит, обвинять людей. В каких-то грехах. Значит, я говорю, что возможно сотрудники прокуратуры высшие нашего района, прокуратуры Рады Милтейской районы, а именно прокурор Рады Милтейской районы, Юрасов, да? Руководитель полиции района, а именно глава полиции района Трибара, Тригорь Милтейской районы, возможно, состоят в близких дорожеских отношениях с жилищными коммунальными службами района. СООЖ и КУССИРОС и так далее, так далее, так далее, кужа. Соответственно, эти факты, какое-то подтверждение находят, косвенное, косвенное. Ко мне подходят сотрудники прокуратуры высшие, начинается мой торг, это было в декабре 2011 года, когда уже было много-много заявлений. Они поняли, что я эту работу взял на себя, взял людей, так сказать, собирать, да, в кулак нашу силу. Подошли, начали, вот, я был вынужден поехать в ФСБ, в Москву, да, в Лубянку, обратился, значит, вернулся назад в Питер. Ну и параллельно мы продолжали работу, показывали, так сказать, эпизоды их деятельности, да? Все, значит, замолчали, затихли, и, так сказать, началась такая медленная, такая вот движение, каша такая, да? То есть, вот, такой, туда-сюда, такое, знаете, движение, значит, мы подаем заявление по каждому пункту, мы вскрываем все эти факты. Мы их официально, официально, не только официально, подаем заявление. Значит, мы забыли про прокурора Анастасии, что это бесполезно. Весь район им сказал, бесполезно, это подтвердилось теми фактами, которые, так сказать, вот, и заявители подсказывают. Вот сейчас, здесь есть жители, да, все это скажут. Мы стали обращаться только к прокурору Санкт-Петербургу Литвиненко. Ну, соответственно, я подавал заявление, узнав о нарушении этих заявлений, сейчас у меня на Литвиненко было 50. 50. И в чем проблема основная? Значит, они все не рассмотрены, вообще не рассмотрены, либо они, значит, рассмотрены следующим образом. Против объективных фактов, против объективных, нечего возразить, да? Если, соответственно, светофор красный, то он красный, а зеленый, да? Ну, соответственно, мы встроили на эти факты, где невозможно было отказать. И мне действительно пишут, да, вы правы, вы молодец, мне пишет сопроводительное там руководство прокурора города. И пишут, внесено представление, почему мы приглашали губернатора Петербурга. Он не отвечает мне на обращение. То есть наши обращения были направлены в несколько инстанций, вот, кто здесь приглашен, всем им, так сказать, были заявления изначально направлены, еще в 2011 году, в 2012. Значит, Литвиненко мне говорит, прокурор города, я внес представление, вы правы, что Полтавчин, как губернатор, он вам не отвечает, на ваши письмены обращайтесь. Я говорю, дайте мне это представление, я его прошу у них уже полтора года. Значит, я прихожу в прокуратуру, они вынуждены меня, так сказать, туда пустить, потому что они не имеют права отказать. Захожу, говорю, дайте посмотреть. Смеются, улыбаются. Значит, первый раз, когда меня допустили, когда я смотрел, значит, материалы надзорного производства, они вырвали страничку. То есть первая страничка есть. Вот, я к чему, я, значит, вы, извините, формат должен соблюдать, вы поймите мое состояние. Значит, я очень на нервах. Так, не надо нервничать, я вам не боюсь успокаиваюсь. Не из-за пресс-конференции, вы поймите, из-за ситуации, из-за того, что, так сказать, люди еще в одиннадцатом году к нам подъехали и сказали, не надо этого делать, тебе будет плохо. Это было бы, почему я обратился. Значит, в итоге, в итоге, значит, сейчас, на данный момент, у нас есть все документы, все документы. Я дошел до генерального прокурора, до высшего руководства. Вот на днях получил ответ от первого заместителя генерального прокурора Буксмана, Александра Еммануиловича. Написано, что он уже вважался в ситуацию. Значит, все сопроводительные есть сверху. Принять меры, разобраться. Решения президента все озвучены. Все они в средствах массовой информации, на сайте, на нашем, там, общественной организации. Я вот, общественный клиент народного контроля. Значит, все эти решения, требования высшего руководства государства должны исполняться здесь, на местах, в Санкт-Петербурге, в Адмиралтельском районе. Но здесь осуществляется системный саботаж, системный саботаж, я его называю, который в настоящий момент приходит во вредительство. Примое вредительство. Примое вредительство. Объясню. Объясняют. Вот, да. Правильно. Конечно, вы поймите мое состояние. Значит, и, соответственно, выход. Выход. Значит, мы не крикуны. Я не крикуна. Есть люди, которые, ну, хоть я громко говорю, так сказать, я очень резкий человек. Значит, есть люди, которые вот кричат, что-то выходит, помахали в флаг, мы бежали. Лишь бы, вот, так сказать, муть навести, какое-то, так сказать, беспокойство внести. Мы сделали следующим образом. Мы поняли юридическую сторону этого дела. Поняли, что это компания управляющая, а также не только она, но и другие. В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга нелегитимно. То есть она, осуществляя свою деятельность, финансово-хозяйственную деятельность в отношении управления домами, незаконно, не имея никаких документов. И то, еще важный момент, они проводят ремонты, текущий капитальный, точно так же. По подделанным протоколам ремонт не проводят, ну, из-за чего мы развалили сама отлично. Мы пошли в жилищный комитет, вот, который здесь должен быть, да, в жилищный комитет. Сначала в администрацию, потом в жилищный комитет. Администрация, но и в администрацию. С каким вопросом? Он ясен, понятен и прост. Мы пишем, документов нет у вас на управлении домами. Мы получили все сведения об этом, исчерпывающие сведения. Соответственно, вы не можете быть управляющей компанией в нашем районе, вообще не можете выжить. И, соответственно, проведите конкурс, мы обратились к женщинам, молчат. Вот молчат и все. Но сейчас вот ситуация зашла в такой тупик, что мы сделали все, что от нас зависело, от людей, от граждан. На уровне того, что мы можем сделать, мы не можем получить результата. Поэтому мы обращаемся в СМИ не первый раз и хотим освещения этой ситуации, везде этой проблемой. И решение ее в законном, правовом порядке. Эльс Викторовна, может вы допомните, проясните, в чем кризис и что делали? Я столкнулась с дневно организованным организацией прокуроратом Петербурга-Лепененко. На многие обращения, практически в течение шести лет, я не получила ни одного материального ответа. В моей ситуации по ССЖ, по жилищно-коммунальному хозяйству, я столкнулась с преднамеренным организованным обманом и рейдерским захватом нашей квартиры в Адмиратсейском районе. Со стороны жилищно-коммунального хозяйства, со стороны сотрудников полиции, и меры никакие не принимаются в течение шести лет. И в суд подавала, я могла озвучить все уголовные и гражданские дела. Это идет с коррупцией и взаимосвязью сотрудников полиции, прокурора Санкт-Петербурга-Лепененко, прокурора Адмиратсейского района Юрасова, руководителя следственного отдела по Адмиратсейскому району Салатеева Андрея Михайловича, заместителя руководителя по Адмиратсейскому району проставил Марина Бегориевна. Ныне она замок руководителя главного следственного управления следственного инфинитета по Санкт-Петербургу. В схеме организованной преступной группировки, это уже можно четко заявить членом, является бывший начальник криминальной милиции по Адмиратсейскому району Санкт-Петербурга, Григорий Маркович, озвученный был Александром Викторовичем, ныне он начальник УМВД по Адмиратсейскому району Санкт-Петербурга. Здесь прозвучали серьезные обвинения и серьезные формулировки. Тимофей Владимирович, адвокат, пожалуйста, прокомментируйте, если есть что-то, что вы могли бы добавить. Да, спасибо. Александр Викторович сейчас рассказывал вам частный случай про Адмиратсейскому району. Нет, давайте мы, может быть, как вы, немного прокомментируете то, что было сказано, а потом уже утрачено. Таисия Михайловна, вы имеете в виду. Да, я не разу к этому подводим. На самом деле, этот случай, он не единичный, он системный и соединен по всему городу Санкт-Петербург. Таисия Михайловна сейчас пыталась объяснить, что с ней лично происходит. А происходит следующее. Через резервский захват вот такими управляющими компаниями жилищного фонда, люди, субъекты, они получают доступ к информации о том, какие граждане могут, на каких граждан можно воздействовать таким образом, чтобы отнять у них жилища, денежные средства, подвержены преступлению. И получается, что Таисия Михайловна явилась в жертву преступления. Схема одна и та же, что и в других районах. То, что Таисия Михайловна так однозначно, категорично говорит о том, что это преступники, посмотрев документы у нормального, здравомыслящего человека, не может сложиться другого впечатления. Поскольку я тоже являюсь юристом, то точно так же, как и Александр Викторович, говорю слово «возможно». Потому что у нас на самом деле законы настолько пишутся, что мы вынуждены перестраховываться юридическими какими-то фразами, для того, чтобы нас же, опять же, не привлекли к предусмотренным законам головной ответственности. Но с точки зрения нравственности я Таисию Михайловну абсолютно поддержим. И, в принципе, даже готов где-то разделить ее участь в том, что если ее будут обвинять в распространении клеветы и еще какого-то оскорбления, то готов представлять ее интересы. Потому что все заявления и жалобы, которые Таисия Михайловна написала, все они находят даже своего опровержения их каким-то долгом. То есть идет или бездействие, или преступное, наоборот же действие. И если рассматривать ее заявление по существу, то, конечно же, весь состав уголовного преступления имеется. Поэтому жилищный фонд является, в принципе, такой криминогенной почвой, в которой можно совершать преступления в отношении собственности и граждан. Поэтому никто, конечно же, особо так недооценивает ЖКХ. ЖКХ не надо рассматривать узко, как только платежи какие-то. Но это точно так же и люди, которые там живут. Игорь Михайлович, вопрос к ЖКХ. Поддержите. Отношение имеет. Хорошо, что с вами. Я не знаю, что на радиохозяйстве. Что ж там? Добрый. Если вы спросите, два жилищного агентства, какое отношение имеет к этой схеме? Вот да, коротко еще даже поясню. Значит, смотрите, вот схема жизни в районе. Можно, да, чуть-чуть. У нас есть Адмиралтейский район Петербурга. Есть администрация района, администрация это государственный орган. Есть главное управление жилищное агентство Адмиралтейского района. Это тоже государственный орган. А есть ООО, жилком сервисного отдела Адмиралтейского района. Вот откуда кризис-то появился. Это их действие. Так вот, многие люди в заблуждение вводятся, прежде всего, вот этими, так сказать, всеми событиями. Что им говорят, мне лично говорил глава района Адмиралтейского района, Линченко, бывший, что жилком сервис это государственная компания. Вот я хочу, чтобы не было никаких, так сказать, сомнений ни у кого. Жилком сервис это коммерческая, частная организация. Ну, частная, это слово неправильно, коммерческая. Это ООО, общество с ограниченной ответственностью. Из этого что следует? Из этого следует, что это жилком сервис, ООО, получая финансовые средства из бюджета через администрацию, занимаясь управлением домов. Потом эти средства не найти нам, не найти. Где они? Мы требуем финансовых отчетов. Они говорят, что мы их отчет не будем предоставлять. Мы обращаемся в прокуратуру. Прокуратура налево-направо. Почему? Они, в принципе, правы. Потому что частная организация, коммерческая, ООО, ее никак. Мы в суд обращаемся. Суд тоже, так сказать, извините. Это не государственная компания, мы не можем ее обвязать чем-то. То есть вот она ловушка. Вот она схема. И вот, так сказать, живут люди хорошо. Вот, так сказать, при мне смеялся мне в лицо глава района Линченко полтора года назад. Его, так сказать, близкий друг Попов, генеральный директор жилком серии Попова Виктора Михайловича. Прекрасно ее знали. Бутенко Юрий Петрович нынешний, это тоже близкий друг. Соответственно, это коммерсанты, которые аффилированы с госчиновниками и пользуются поддержкой, так сказать, определенным действиями со стороны правоохранительных и надзорных органов. Поэтому, что из этого получается? Из этого получается, что жилой фонд разрушается, огромные денежные средства из бюджета, которые выделяются, там огромные средства выделяются, сотни миллионов рублей, да, если даже взять один район наш, они уходят, вот непонятно как, не найти нам, не найти ни финансовых отчетов, ничего, ни, соответственно, результата. Ладно, были бы дома все отремонтированы, все было хорошо, тепло и красиво, но район в ужасающем жилищном коммунальном состоянии, в ужасающем. Спасибо большое, вы расшифровали эти буквы, вы удовлетворили? Нет, я все равно не понимаю, кто кому подчиняется? Пожалуйста, не встанавливайте, не встанавливайте. Нет, вот смотрите, вы говорите, что администрация по государственным органам, правильно? А коммерческая структура, как она связана с государственным органам? Вот это очень интересный вопрос, который меня тоже очень беспокоит, это вопрос. Жа, жа, вот объясню. Это жилищное агентство причиняется администрации. Так, будьте любезны, назовите себя, кто вы? Ну, я могу себе подтвердить, что сейчас сказал администрация. Я не сказываю, просто для того, чтобы мы могли... У меня фамилия Давыдов, вот он все правильно говорит, в 2011 году... Ваша фамилия Давыдов, вы живете в этом районе. Да, я живу в этом районе, вот в 2011 году как раз у меня в квартиру заселились таджики. Вот когда прислал вот это вот, я просто связи сначала не понимал этой. То есть до этого русские жили, ну как все нормально было. А тут целая араба, 8 человек таджиков селился. И как раз в 2011 году, оказывается, появился вот этот жилком сервис один. Вот какая связь интересная. Именно в этом году это и началось. Их зарегистрируют? Нет, они живут из регистрации, они хотят захватить эту квартиру. У меня там, собственно говоря, там убийство немало, там она, бандитка такая, гадирная. Но до этого жили русские, то есть они так стеснялись. А тут просто араба залезла. Спасибо, Павел. Еще раз, готов ответить. Живичное агентство, готов вам ответить. Пожалуйста. Сам дом, это является первичной объектной движностью. Ваша квартира в доме, это вторичная объектная движность. Первичная объекта недвижимости висит по реестру прав недвижимости на балансе, не баланс, а собственность является городом Санкт-Петербургом в лице Куги. Куги для детального ремонта организовало жилищное агентство. Для текущего ремонта организовало жилком сервисе. Реформа, которая прошла в 2005 году. Текущий ремонт, это вы увидели строку, что там немножко что-то менять, и сейчас на капитальный ремонт снова начинают собирать деньги. Это отдельный разговор. Получается, что до 2005 года в структуре жилищного агентства были жилком сервисе, которые так не назывались. И специально их выделили отдельно, акционировать, для того, чтобы приватизировать, для того, чтобы потом через банкротство переход в право собственности частных лиц. И уже эти частные лица, руководствуясь внутренней хозяйственной деятельностью, могут обосновывать повышение тарифов на коммунальные услуги через экспертизу ЗАГСа, технику экономическую. И тем самым наш жилищный кодекс, вы помните, что, по-моему, там в 2004 году ввели в действие, да? В 2005 году. Да, в 2005 году. Вот оно все и совпадает. Повышение идет тарифов. Люди не могут платить эти повышенные тарифы, а жилищный кодекс позволяет за него плату выселять. То есть это очередной, опять такой глобальный подход для того, чтобы людей обмануть. Спасибо большое. Вы мне шумный арестом дают приоритетное право задавать вопросы. Все ясно вам? Александр Викторович, Наталья Орлово, Санкт-Петербургский виновник. А вы в своем собственном доме не пробовали взять власть в свои руки? Отличнее, вот это вот очень важный вопрос. Он правильно. Мой дом, он маленький, маленький. 40 квартир всего, да? Значит, 32 жилых. Ну и первый этаж, это коммерческое помещение. Который, я тоже в собственниках знаю. Нормальные люди. Все в моем доме, это все. Это порядочные, интеллигентные люди. Демиграция петербуржца. Значит, когда эта история случилась, мой дом весь, 90% написал заявление. Полностью поддержал меня. Значит, что здесь, вот объясню вот тут проблему основную. Значит, мне тоже сказали, вот ваш вопрос правильно. Они хотели бы взять в свои руки власти и, так сказать, вести порядок в одном доме. Значит, это невозможно. Вы сейчас это уже поняли. Значит, один дом, возможно, значит, перевести в ТСЖ, создать ТСЖ. Пример, вот есть такие варианты, да, ТСЖ. Но в условиях Адмиралтейского района Санкт-Петербурга крайне ветхий жилой фонд, непроведенный капитальный ремонт, он не проведен. То есть, сейчас еще перейдут еще к одной теме, это очень важно. На бумаге он есть, этот капитальный ремонт, а реально его не было. То есть, если сейчас кто-то, вот, как вы говорите, берет власть в свои руки, в таких домах, как я тебе показал фотографии, ну, его можно просто пройти, подвалтись, кроме. То, после того, как там человек оказывается главой, вот у нас есть такие примеры еще, вот, Подольская улица, 3032, там человек, вот, пытают просто. То, после того, как он становится там хозяином, пытается честно и порядочно сделать там то, что надо сделать, вся власть вот этих вот коррупционеров, она на него обрушивается со всей мощью, так сказать. Ему, значит, создают невыносимые условия, значит, соответственно, и энерго, ресурсы, и, так сказать, все остальные, все, так сказать, перекрывается. Человек, вот, закрывается доступ ко всем субсидиям и дотациям, которые должны по закону из бюджета к нему поступать. Он оказывается, вот, ну, ни с чем. Хорошо, простите, пожалуйста, это сажение возможно по разным причинам. Другую компанию? Другую компанию? Абсолютно тоже правильный вопрос. Хорошо, другую компанию. Значит, что здесь надо сделать? Здесь необходимо проводить собрание, реально проводить эти собрания, да? Да, значит, это крайне сложно, вы понимаете. И сейчас, вот, мою позицию, поймите, я свою позицию хочу, так сказать, донести. То есть, моя позиция заключается в том, что я не пытаюсь, в районе, там, новую компанию, еще что-то с силами, так сказать, всех людей. Я хочу сейчас выяснить, а что произошло, вот, в тот период 2011 года, 2007 года, вот, два периода фальсификации протоколов. Как мне люди сообщают, многие люди, здесь их нет, так сказать, у меня 10 томов материалов, да? Значит, несколько ночей, ночей сидели вот эти люди, вот, Янченков, так сказать, Виктор Александрович, там, Блудкина, Елена Ивановна, еще ряд, так сказать, людей, чиновников. И ночью они заполняли эти протоколы по всем домам. Вот они сидели и этим занимались ночью. И после этого, вот она возникла, этот Жилком Зелес, один от Балтийской района, и вот пришло такое негодное состояние, жилой фонд в разрухе полном и живем. Так вот, я считаю, что здесь надо не людям, так сказать, как-то оправдываться, выходить из этой ситуации. А вы, наверное, на другой вопрос отвечаете. Вопрос был вполне конкретный. Вы рассказываете историю, которая помимо этого вопроса. Наталья, позвольте, я отвечу, мы готовы ответить на наш вопрос. Это я позволю. Да, попросить, надо, не разрешить, я тогда попытаюсь. Мы действительно обращались с каждой управляющей компанией, небольшие, маленькие, ориентируясь на личности этих топ-менеджментов, которые уже зарекомендовали себя на этом рынке, как порядочные управляющие компании, эксплуатирующие. И в процессе разговора они говорят, мы рады были бы взять ваш дом, и даже экономически это является целесообразным, но в силу таких-то обстоятельств, я не перечисляю, какие обстоятельства, это неформальные договоренности между управляющими компаниями и, в частности, администрацией, жилищным агентством, о том, чтобы никто не заходил на чужую территорию. И получается, когда человек через ДСЖ уходит из управляющей компании, и так ненавистной, которая вот так держит руками, то, пройдя определенный круг мытаст, все равно возвращается к той управляющей компании, к жилком сервису, которая у нее была. Всякие бывают случаи. Не факт. Всякие бывают случаи. Мы очень рады будем встретить по вашим даже рекомендациям ту управляющую компанию, которая не побоится противодействия ресурсов, которые ее бы могли бы задать. Думаю, что ваши же коллеги могут этих компаний, этих адресов, в том числе по Адмиралтейскому району, назвать множеством. Я думаю, что это есть положительный опыт, который вы сейчас, в принципе, и поделитесь. Почему? Потому что наша позиция какова, что мы делаем, что можем, и у нас есть положительный опыт. Мы делимся этим положительным опытом. У нас есть тоже положительный опыт. Я думаю, что мы применим его в вашей ситуации. Поэтому, конечно, если есть подобные управляющие компании, почему бы и нет? В качестве положительного опыта хотел еще и господину Скуркису сказать, что у нас ныне действует законодательство об открытой информации в курсе, да? Поэтому разговоры про то, что вам что-то не предоставляют, они несколько устарели, скажем, годика на полтора. Для того, чтобы сейчас взять за разнообразные места жилком сервис, достаточно стукнуть в жилищную инспекцию. Им мало не покажется. На самом деле, как бы, извините, у нас ведь жизнь вперед идет, и вы владеете огромным пластом информации. Что ж вы зацепились-то за 2011 год? Отвечу, отвечу. Это вопрос должен мне ответить, да? Значит, в жилищной инспекции есть у нас такой зябка, Вячеслав Михайлович. Зябка, простите. Зябка, да, зябка. Я вообще его зябка но вам тоже отъезжается на меня все. Перевозит на русский. Злиться, да, да, да. Вот, значит, есть такой человек. Значит, я к нему никогда не обращался и не собираюсь обращаться. Почему? Потому что те проблемы, которые мы вскрыли и подняли, они не касаются жилищной инспекции. То есть вы поймите, то есть я не обслуживаю жилого фонда, его содержание, так сказать, меня волнует. У меня волнует, кто вообще занимается управлением жилым фондом? Вообще, откуда он взялся, так сказать, управление? И я объясню вот откуда здесь возник ЗИПКО. Значит, я пишу, соответственно, правоохранительные органы и надзорные органы по компетенции. То есть прокурору города по и следственному управлению. Потому что я там считаю, и только я, и закон считает, что это уголовные преступления, возможно, совершенные. И нарушения законодательства здесь уже установлены. Прокурору города уже установлено. Что нарушения есть. И Кивинского представления, и остальные представления. Значит, по какой-то причине мне поступают ответы за подпись ЗИПКО. Их очень много. Уже там 10 или там больше. Он пишет мне про какие-то там парадные, про температуру в подвалах, про крышу, про какие-то капли где-то там такие интересные еще измышления. Потом вот есть Аверка Владимир Александрович, вот у него тоже, это вот житель дома 27 по-витебски, да? Значит, соответственно, он пишет, что дом 27 по-витебски, значит, там хорошо у него все тепло, красиво, протокол и так далее. ЗИПКО пишет. Вот я к чему вот подведу, значит, вот к жилищной инспекции. Никакого отношения к госжилуинспекции, госжилуинспекции не имеет той проблемы, которую мы помнили. Никакого. Я обратился в суд значит, с заявлением о том, что я прошу признать незаконным действием вот этого ЗИПКО, значит, уважаемого, да? Значит, он в суд не является. Кто там от него, так сказать, несколько раз пришел, значит, такой был представитель там, Горбовский, Горбовский, пришел, значит, жвачку жует в суде, значит, я же в суде даже обратил внимание, что человек жвачку жует, пусть он выплюнет ее, значит, очень такой непонятный человек, значит, сказал, мы на все ответили, мы все, так сказать, все прекрасно, все хорошо, дома все чистые и красивые. Я говорю, давайте сейчас съездим, посмотрим, какие там чистые и красивые дома. Значит, ничем это не закончилось, у меня сейчас дальше будет Горсуд. Ну, и это, я считаю, что это не гражданское право и отношение, опять же, уголовное право, это я буду дальше развивать. Никакого отношения она не имеет и не должна иметь к этим событиям. События это другого характера, другого права. И, наконец, можно я просто добавлю, потому что было сказано по управлению, вот, если я переносла, например, есть такой дом, 14, Павлова Светлана, Мойка, скажите, Мойка, 104, квартиру, есть такой дом 14, переулок Макаренко, там состоятные люди, все упирается же в деньги, конечно, можно найти способ содержать дом, в порядке, состоятные люди, купили квартиры, они наняли управляющего, который, вот, все делает за управляющую компанию, им не нужна управляющая компания, то есть, они совершенно автономные, но там большие деньги крутятся. Мы, пенсионеры, и просто служащие какие-то, мы же не можем, скажем, вносить сотни, сотни тысяч, как, например, канал Грибоедова, дом 9, тоже очень интересно, там, ПСЖ организовали, они вносили, дань, собирали по миллиону, и так далее, нам не собрать, и не те средства, и не те, не те, так сказать, люди. Вот, а по поводу, значит, куда средства деваются, во-первых, на законе приватизации, он, даже после приватизации, обязал государство произвести капитальные ремонты, которые не были произведены, то есть, уже несколько сроков прошло, как ремонты за счет государства должны были производиться, фонд поддержки реформы ЖКХ, огромные деньги, миллиарды, куда это все камало, где эти деньги все, которые должны были идти, вот, на капитальные ремонты, это тоже очень интересная тема. И 30 января была встреча на территории Тебелиша на Почтанске, 13, там был Бутенко, там были представители жилищного агентства, и был Котов, это представитель комитета жилищного развития, тоже задавали вопросы. Бутенко озвучил сумму, что жители должны 210 миллионов, задолженность, но ведь мы имеем закон о защите прав потребителей, который, простите, гласит, что мы оплачиваем только фактически оказыванные услуги, услуг не оказывается никаких, абсолютно. Содержание дома, там есть строка в розовой квитанции, ремонт и содержание жилищного фонда. Абсолютно ничего не делается, ни уборка не производится, ничего абсолютно. И за что вы решили получить? Это не мы должны 210 миллионов, это вы хотели получить незаконно, то есть мошенническим образом, эта цифра озвучивается официально, что они бедные, несчастные, их обокрали. Ребята, окажите нам услугу. Если жительница дома 54 по Галерной улице говорит, что когда была авария на площади труда, горячую воду три дня спускали к ним в подвал. И какой дом может выдержать такие испытания? Галерная 50, прокладывали коммуникации по стенам, надыряли стены. Дома старые же, понимаете? Но на самом деле вот мойка 104, те же проблемы. И стены дырявят, и спускают горячий воду подвал, а обслуживания нет никакого. Спасибо. Уже на рестнике еще есть вопрос? Да. Будьте добры. Ну вот сейчас замечательная такая программа реновации, в том числе и куска Адмиралтейского района. Вот, пожалуйста, сделают ремонт по полной программе. Ваши надежды. Кому вопрос? Ну мы занимаемся, да, мы писали инициативную группу «Северная паломна». По названию проекта реновации «Северная паломна» в Голландии. Все опирается в средства. Средства нет у города. Интересно, на что они будут ремонтировать. А потом там суть не в том, чтобы нам отремонтировать дома, а суть в том, чтобы нас отселить. То есть недаром же принимаются поправки в законодательство с целью, как в Сочи, усилять просто людей в собственнику. Я была на первом заседании Совета по сохранению и развитию исторического центра и слышала из уст госпожи Смирновой, председателя КУДИ, те же самые присовутые 6 метров квадратных в манерном фонде. Простите, я живу в большой квартире. Почему я должна ехать на 6 метров? И так далее. Цель этого проекта отнюдь не привести в порядок дома. Потом, простите, выделяются какие-то средства, куда они делись. Спасибо большое. А два как хочется. Хотел бы сказать касательно будущей реновации, что по практике, которая уже произошла в Санкт-Петербурге, те дома, которые признавали аварийными и подлежали реконструкции, то жители, обычной категории жителей, никогда не возвращались в эти дома. Когда происходит реконструкция, то меняются технико-экономические показатели самого объекта недвижимости. И администрация, в частности, говорит о том, что нельзя жить по старым с НИПом, с Анпилем и так далее. Поэтому они были вынуждены изменить конфигурацию, площадь, еще что-то. И поэтому цена метра квадратного резко повысилась, площадь увеличилась, изменилась, и поэтому нет законных оснований для возвращения людей с маневренного фонда в это жилье, в их собственность. Дальше людям предлагается какое-нибудь жилье в Шушарах или в Рыбацком. И если люди не хотят, опять же, по метражу, их выселяют с маневренного фонда через суды. Подобного рода схемы обмана, они известны с 2000-го года. Просто вот то, что Нового Голландия и все, вот это, это уже глобального масштаба идет, монополистами как раз вот на девелоперском рынке. Поэтому говорить о том, что принесут будет благо, я уверен, как сам житель Коломны, что я не вернусь к себе в жилье после таких подобного вооружения. Спасибо. И еще вопросы. Вечерний Петербург. Есть у вас вопросы? У меня, знаете, нет, сейчас. Можно с того, да? Да, потом. Можно? Вот тут вопрос пошел по ремонту, я очень хочу дать вам вопрос очень внимательно, чтобы вы обратили внимание. Капитальный ремонт, да? Значит, выделены деньги, правильно сказал наш житель, сосед, где эти деньги, непонятно. Вот здесь вот понятно, где эти деньги. Вот смотрите, вот есть, соответственно, адрес такой, Люблинский переулок, 123. Вот Владимир Александрович знает прекрасно эту историю. Значит, деньги выделяются следующим способом. Управляется протокол общих собраний, те же самые, но не по выбору управляющих компаний по проведению капитального ремонта. Вот смотрите, протокол. 22 июня 2011 год, адрес Люблинский переулок, Дом 1, Друг 3. Люблинский переулок, Дом 1, Друг 3. Значит, здесь вот написано, сумма работ, стоимость работ составляет 7 миллионов, 7 миллионов, 143 тысячи рублей, огромная сумма. Можно дом построить, прекрасно. Значит, что дальше? В этом протоколе вот есть люди, которые якобы, значит, здесь голосовали. Вот, смотрите, председатель собрания Карабуга Дмитрий Геннадьевич, секретарь собрания Яковлева Евгения Александровна, вот здесь вот написано, Яковлева, ее подпись стоит. Значит, еще раз обращаю внимание, 22 июня 2011 год, Яковлева Евгения Александровна умерла 20 декабря 2010 года. За полгода до оправления этого протокола. Вот, вот эта история. Значит, труд проголосовал, с могилой человек проголосовал. Что это значит? Это значит, что 7 миллионов, 143 тысячи, которые были выделены из бюджета Российской Федерации, из бюджета Санкт-Петербурга. Они были на этот дом выделены по, так сказать, ну, по схеме, по какой-то, да, пошли туда, им все равно, кого вписывать, надо деньги-то забрать, администрации. Кто это оправляет? Поправляет Сенькина Анастасия Викторовна, чиновник администрации Горалтейского района, ну, там же и Янченко, там же и вот Днесняков, вот эти все люди, которые, так сказать, нас должны были прийти, не пришли. Все, деньги исчезли, ремонт, он был, какой-то, что-то там, закрутили, две гайки, выкрутили, где деньги, непонятно. Вот мы и поняли заявление. Останайтесь, пожалуйста, у меня такое ощущение, что журналисты вам не верят. Абсолютно. Абсолютно. Пожалуйста, можете, так сказать, подтвердить свои деньги. У вас есть хоть один выигранный судебный процесс? Это не судебный процесс. Хорошо, у меня вопрос. У вас есть хоть один? Да, у нас есть выигранный судебный процесс. Покажу сейчас, пожалуйста. Я на ваш вопрос отвечу. Но это не судебный вопрос. Это уголовное дело, чистой войны мошенничества. Печнем бюджетности. Сейчас я покажу, сейчас на ваш вопрос я отвечу. Добрый, скажите, вы часто выигрываете эти суды, когда вы правы. Вот вы верите в нашу систему, да? И вот еще в 2010 году председатель конституционного суда нашей РФ сказал, конечно, он горяча как-то сказал, но в интернете есть его фраза, что если искоренить коррупцию в наших судах, коррупции в стране не будет. И действительно, каким бы повышением правосознания у граждан не было, мы все идем в суд. Потому что, да, мы не верим чиновникам уже. Мы понимаем, что чиновники нас будут поедать, а не власть. Мы, общество, мы должны содержать и детей, и внуков. Мы идем в суд, но, к сожалению, судебная система, она встроена в эту систему. Если разобрать биографию каждого суди, то вы обязательно увидите муж, жена, брат, сестра, которые уходят корнями все в эту же систему. И у нас телефона права никто не отменял. И внутреннее убеждение суда настолько крепко, что и мы сами являлись, вот и Александр Викторович, сотрудником этой системы, да, и я тоже сотрудник той же самой системы. И получается, мы знаем всех друг друга по имену. И знаем, каким образом устраивается система правосудия против нас, и судебная система тоже. Поэтому обираться на то, что суд выигран или проигран, не стоит. То, что Александр Викторович каждый шаг последовательный отбивал в суде, да, это так. Но выходит, что те же самые судьи, они не являются юристами в силу своих процессуальных действий, совершаемых в суде. Вот так можно судить, потому что они нарушают этот закон вдоль и поперек. И получается, если придать это гласности, как они это делают, то они не пройдут никакую аттестацию. Но поэтому то, что даже и есть выигран суда, это просто удивление. Я хочу вам на вас вопрос ответить. Один в один. То, что вы говорите, сейчас будет вам сказано. Смотрите, дело в том, что люди-то не сидят, они все-таки обращаются в суд. Действительно, мы не хотим, так сказать, здесь таких условий находиться. Наш, еще один наш человек, послушайте, наш, так сказать, активист, заявитель, у нас очень много уже людей, Стас поддерживает. Московский, Просток 73, это Адмиралтейский район. Прекрасный Московский район. Значит, суть следующая. Обращается в суд с заявлением о признании незаконным избранием управляющей компанией Жилком Севераса, один в один ситуация. Она аналогична. Значит, смотрите, она выиграла суд, она выиграла суд. Вот решение суда, вот решение суда, вступившего в законную силу. Вот оно. 17 сентября 2012 года, обратите внимание, судья Муратова, председательствующий Адмиралтейского района СУД, по иску Федоровой Нины Николаевны, она наш активист, она, кстати, с нами, ее детей сейчас, она с нами, КОО, Желком сервис Адмиралтейского района, Администрация Адмиралтейского района и Зыкову Андрею Григорьевичу, о признании общего собрания незаконным. Я объясню сейчас, кто из них кто. Это Желком сервис управляющая компания, Администрация Адмиралтейского района, это вот, как и было, филированная с ними структура. Что такое Администрация района, я в курсе. Да, 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 СУД включает. А Зыков Андрей Григорьевич, это порядочный человек культурный, который точно так же был вписан, уважаемыми вот этими товарищами с администрацией, в этот протокол. Там такой же точно протокол. То есть она и его включила в список Адмиралтейского района? Безусловно, суд обязан, суд обязан процессуально. Он не то, что он виноват, он порядочный человек, но процессуально это необходимо. И смотрите решение, что, соответственно, судья выносит, мы не будем тут долго читать, решил, суд решил, именем Российской Федерации признать общее собрание собственников мещения в многоквартирном доме, 73 по Московскому проспекту, 15 июня 2008 года, не состоявшимся. А принятое решение о выборе в качестве управляющей организации ООО Желком Селес 1 Адмиралтейского района незаконным. Решение вступило в законную силу. Продолжение сейчас я вам дам, продолжение этой истории. Соответственно, Нина Николая Федорова, наш человек, активист, это решение суда, именем Российской Федерации, направляет уважаемый наш Желком Селес 1 Адмиралтейского района, уважаемую администрацию Адмиралтейского района и ГУЖА Адмиралтейского района говорит все. Вот, вы признаны незаконными, зачем вы продолжаете свою деятельность? Там тоже самая деятельность. Капитанции, ремонт непонятный, так сказать, текущий капитальный, и все. Никакого движения. Вот сейчас, вот прошло время, 17-я семья, 2000-я заботы, все молчат, и вот этого не было. Кого-то суда нет у нас. Вот, значит, я объясню, значит, тут суть. Значит, у нас есть такое понятие в юриспруденции, как... Выскочили, мне извиняюсь. Сроком? Нет, 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 нет. Аналогия. Преюдиция. Преюдиция. Есть такое понятие, преюдиция. Преюдиция. Значит, преюдициальное значение имеет решение суда, вступившее в законную силу, для аналогичных случаев проюда. У нас сейчас есть полностью все доказательства, что протоколов нет в собрании. Вот я прошу обратить внимание, мне, значит, наш жилком сервис, вот, я когда с ними долго-долго переписывался, вот, он мне ответил, 12-й год, вот, значит, он ответил, что протоколы общих собраний, здесь написано, отсутствуют, отсутствуют. То есть, их вообще нет, они нету. То есть, мы как-то с воздуха появились и управляем домами. Поскольку есть вот это вот решение суда, я полное право имею, все жители района имеют полное право, всех 640 домов, обратиться в суд с таким же точно аналогичным иском, как у Федоровой. И обязательно он должен быть, так сказать, выигран этот суд, обязательно, потому что преюдиция. Потому что преюдициальное значение, объясню еще раз, оно принимается судом без каких-либо дополнительных доказательств. Это вы вначале говорили, что за вами 50 домов. Не за мной 50 домов, за мной я один. Хорошо, вас поддерживают жители 50 домов. Да не могу сказать 50, может быть, 50. Вы сказали. Ну, хорошо, да, 50, будем так считать. Ну, чего, что они заявления не подают? Отдали все заявления. Все заявления поданы. В суть. Все, это будет целый парк заявлений. Вот еще Андрей, пожалуйста, да, значит, добавил. Он сказал, что 50 домов. Она оговорилась. 50, 50 домов. Это квартиры, вы сказали, что у меня... Это в моем доме в одном, 32 квартиры. Кроме моего дома, я объясню, чтобы было понятно. Значит, у меня уже большой спектр, так сказать, в нашей районе взять карту, да, в галактическом районе. Мы на карте насчитаем 52 заявления, заявления у меня в папке лежат, а в другой папке. Александр Ильич, я все пытаюсь вас вытащить. Один судебный процесс выиграл. Дальше народ может идти по этой проложенной дорожке. Пошел, сколько еще судебных заявлений от граждан. На эту же тему. Значит, я вам сейчас объясню. Я, я не собираюсь людям указывать, да, так сказать, и людям заставлять, чтобы они в суд обращались. Это дело каждое. Нет, вы пришли сюда с какой-то информацией. Я хочу информацию получить. Я предложил, что компания, которая стоит, вот эта вот, управляющая. У вас есть информация, сколько еще судебных заявлений подано в суд? Заявления эти я могу подать. Я имею полную правду. Да, соответственно, я планирую подать 640 заявлений в суд по каждому зону. Пока есть одно заявление и один судебный процесс, и один выигрыш. Это мне известно. Вот известно. Это факт. Это факт. 12-го года. Этого достаточно. Полностью. Этого полностью достаточно, потому что это юридический факт. Все. Который по приюдиции, по аналогии, он на все дома распространяется. И я планирую вот 640 человек домов. Ну, это суд решит, распространяется. Суд это вот решит. Как юрист, наверное, должен это. Я же вам показал решение. Суд решит. Я хочу сказать, что вот на подобного рода активистов оказывается неформальное воздействие. Люди не доходят до своей квартиры, они оказываются лежащими на площадке, там, с пробитой головой. Против них применяется меры принудительного медицинского лечения, вплоть до размещения в психиатрической больнице. Такие вот точно жители приходили на приемки, мы с ними общаемся. И получается, что, к сожалению, да, вы правильно указали, что необходимо до юра и дальше 640 домов отрабатывать через подул народа положительный опыт. Но нас немного юристов, кто бы мог показать бесплатную юридическую помощь. И мы вынуждены разрываться по расстановке приоритетности задач. Когда человек на данный момент, вот и Таисия Михайловна, против нее совершался и совершается череда уголовных преступлений, которые в здравом смысле просто не... их даже не понять, почему это происходит. А это все идет именно от коммуналки, да, вот от управляющих компаний и все. То, конечно, мы всеми силами бросаемся именно на латание подобного рода дыр. На предвосхищение тех преступлений, которые могут быть впереди. Разъясняем в силу наших возможностей, что необходимо активно противодействовать против этой порочной системы. Но правильно вот Александр Викторович сказал, что он готов, и я уверен, что лично возьмется. У него январских праздников не было. Вот это я точно знаю. Я его пытаюсь постоянно успохнуть, чтобы он немножко себя поберег. Но он благодаря своему здоровью, он закрывает очень много юридических вопросов совершенно других людей. Ему посторонних, но идеологически такие же активы. И здесь на примере Адмиралтейского района установлены лица этих воров. А причина следственная связь, факты, все установлено. Дело в том, что кому-то удобно не замечать, потому что он имеет косвенное отношение к многим из этих лиц. Лично я уважительно отношусь как к людям. Но когда этот человек попадает в эту систему, он становится слабым животным. И он теряет свои индивидуальные качества хорошего человека. Это вопрос уже нравственности каждого из нас. И самое главное, почему мы здесь собрались, я считаю, что если преступники объединяются для совершения преступления, и у них мотивация деньги, то почему нормальным, добрым людям, добрым я беру в хорошем смысле слова, не объединиться для совершения доброго поступка? Почему мы должны быть дойной коровью, которую будут доить, доить и доить? И получается, что нам необходимо выстроить свою систему общественного контроля против этой коррупционной системы. Но опять нужно знать, как это делать правильно. Поэтому очень много сейчас, на данный момент, жителей Адмиралтейского района, других районов, которые являются жителями этого района, против них эта коррупционная система работает, они возмущены и у них есть конструктивное предложение. Они говорят, я специалист в экономике, я могу привнести то-то, я специалист в инженерии, и каждый приносит что-то положительное. И вот на данный момент выстраивается система коррективной защиты. И если рассмотреть ближайшее будущее, в сентябре 2014 года, то у нас как народ безмолвствует, а муниципальный уровень в 2014 году, мне кажется, это первый рубеж, который активные люди должны брать за себя. Почему? Потому что если муниципальные выборы 2014 года обеспечат выборы спокойно в Думу и в ЗАГС 2016 года, а оплот успешности выборов 2016 года, это есть, чтобы 2014 год хорошо, успешно прошел. Ведь всем известно, что вброс бюллетеней делается руками муниципалов и участковых избирательных комиссий. Поэтому если сейчас проявить активную гражданскую позицию и не просто критиковать, а что делать, это должно быть технико-экономическое обоснование грамотное, юридическое сопровождение грамотное. Естественно, люди должны сами встать, закрепиться через территориальное общественное самоуправление за каждым домом. Рассмотрим положительный опыт для революционной России дворники. Они и роды могли принять, и милиции служили, и чистоту наводили, и не нужен вот этот бюрократический аппарат. То тогда, получив первый рубеж, заняв все активисты, которые жители своих домов, придут в муниципалы, с ними нельзя будет договориться, на них нельзя будет воздействовать по выборам 2016 года. Значит, и бюджет, и многомиллиардный фонд, как вы говорили, наши же долги, наши же деньги, они не будут растворяться по поддельным документам, которые мы здесь видим. Это уголовно проводят, когда голосуют покойники. И получается, на одном доме 7 миллионов, на другом доме 11 миллионов. И получается, вот миллиарды, они так истекаются по домам, и капремонт не проходил. Только мы несли живоплавливые системы. Так, давайте мы уже перешли, по-моему, не в пресс-конференцию, а в какой-то такой дискуссии. У меня вопрос к журналистам, с вашего разрешения. На самом деле, как я понимаю, это вершина айсберга, потому как очень много есть нарушений всевозможного порядка, и когда завышаются цены за несуществующие или существующие услуги и так далее. Вот журналисты, и здесь, по счастью, присутствуют очень клиричные СМИ, у нас есть такая программа «Журналистские расследования». Чем бы мог заняться журналист, которого бы грант суда обеспечить временем, потому что время для вас чрезвычайно важно, для того, чтобы что нужно расследовать вот в этой системе, ну, назовем ее любыми, тримяясь тех букв, которые здесь сегодня употребляются? Я вопроса не поняла. Что именно нужно расследовать в том, что мы сейчас услышали, или в системе ЖКХ вообще? Нет, я сказала, что в системе ЖКХ вообще. Вот что следует расследовать? Потому что меня, как обывателя и человека, живущего в приватизированной квартире, меня очень сильно впечатлило наличие мертвого человека в списке, которого я избирал. Ну, это неважно, по какому поводу. Журналисты менее впечатляются, но я смотрела на вас, на всех, на вас это совершенно не подействовало. На вас подействовало, ну, Валюшка, какой-то 12-й год, но мы же уже в 14-м живем. Поэтому, ну, появить это в 14-м году, это была бы новость, в 12-м это уже не новость. Но вы как-то так спокойно невозмутимы. Вы невозмутимы, потому что вы не верите в то, что вам было представлено, или вы невозмутимы, потому что вы много такого видели и слышали, или вы невозмутимы, потому что вы просто не верите в то, что с этим нужно и можно как-то бороться. Вот объясните. Что касается мертвых душ, то я думаю, что и на выборах вы прекрасно 150 раз об этом слышали, но во всех регионах. Выше очень слышите. Да, что в списках избирательных тоже встречаются такие казусы. Что касается конкретного ситуации, то я думаю, что специально никто эту женщину не подбирал, тут тоже попал, потому что в списке жилкомсервисов то же самое, что в списке выборные. Ну, вот так случилось. Что касается подделок, протоколов, это настолько обычная практика. Просто везде, повсеместно. И тут вопрос даже не в злой воле, даже не в злой воле, а в том, что собрать граждан невозможно физически. Ну вот когда я задавала свой исходный вопрос о расследовании, считаете ли вы, вы же спросили, какая цифра, какая цифра вас бы впечатлила, наверное, потому как вот один прецедент, вот не прецедент, а вот если бы их было много, то стоило бы говорить. Если бы мы дали грант какому-то журналисту, кто заявил бы, что он собирается расследовать, он или она, расследовать, сколько было таких фальшивых заявлений, стоило бы этим заявлением? Я думаю, нет. Я думаю, нет. А чем? Вы имеете в виду в ЖКХ вообще. Еще раз извините, буквально два слова по поводу этих протоколов. Они в городе рисованы все. Но вы сказали нет, и я вас услышала. Да, то есть это и поэтому, поэтому очень редко бывает какой-то бунт среди граждан спокойно, потому что вот отдельные активисты увлечены этим процессом годами. Вот они занимаются между нами, говоря, в общем, некое дункиходство, прямо скажем. Вы, наверное, согласитесь со мной. Основную массу населения 99,9-х этот вопрос не волнует никак. А что касается расследования, то, наверное, можно вплотную подойти к способу выбора компаний, которые занимаются ремонтом. И как же... Вот эти, вот все эти компании, которые получают заказы на капитальный ремонт в ЖКХ. Можно скажу, да? Я можно скажу продолжение? Нет, вы закончили? Да, и второе, это очень интересный вопрос, у нас ведь самый большой додолжник город. Я не имею в виду, что он там должен по группе жизни отремонтировать недоремонты, а он тупо должен за своих нанимателей, этим управляющим компаниям, должен много-много-много денег, потому что до недавнего времени именно город, как собственник, платил управляющим компаниям полностью всю сумму за внимателем. Ну вот, если можно, я еще один вопрос к журналистам. Мне лично, то есть к нашей организации, пришлось судиться с Куги, вернее Куги судился с нами за то, что мы якобы не платили арендную плату. Два с половиной года мы были в доме журналистов, мы проиграли первую инстанцию, вторую, наконец мы выходим на третью инстанцию. С нас требовали где-то 2 миллиона рублей, которые мы якобы задолжали дому журналистов. – Ну, поскольку я знала, куда эти деньги шли и просто не хотела назвать человека ответственного, который тоже это знал и мне об этом сказал, я связалась с редактором российской газеты, чей корпункт был в помещениях, которые мы раньше занимали, и спросила напрямую, вы хотите искупаться в этой грязной истории, вот я молчала до последней инстанции, но я не могу допустить, чтобы наша организация ходила якобы в должниках и так далее. Он тут уже не срешался, все расставили по местам, мы суд выиграли. Спрашивается, кто, с кого потом стали требовать эти 2 миллиона? Эти 2 миллиона забыли. Вот скажите мне, это случайность или не случайность, что 2,5 года нас трепали, терзали с очевидной ясностью для всех, включая журналисты и правления Союза, что мы платили арендную плату, а кто-то получал деньги в конверте и прикарманивали, и никто не застели в конверте получил? Ну как? От вас деньги в конверте получил? От нас нет. Мы сдали эти помещения, и там летели таблички, российская газета, и табличка была второй нашей комнаты, за которую с нас требовали деньги. Мы, как положено, мы сдали и получили документ, что все сдано. То есть сдано тем, у кого мы арендовали первоначально. Из трех комнат мы оставили себе одну. Так вот эти 2 миллиона, которые с нас 2,5 года требовали по суду, и суд всякий раз обвинял нас в том, что мы их прикарманили, и если неленивая откроет интернет, он прочтет, когда меня выдвигали в Совет общественного телевидения, что да, конечно, можно и такое, но она вот прикарманила 2 миллиона и, соответственно, воровка. Да что вы, у вас такая репутация в городе, что... Извините, почитайте, вы найдете... Ну, мало ли, что пишут в интернете. Я думаю, любой человек, который знает фамилию вашу, прекрасно понимает, о чем... Кто не знает, кто за меня должен был голосовать, другое дело, что я не пошла в этот общественный совет, этого телевидения, которое явно было обречено на права, но до сих пор в интернете написано, что я воровка. Да, наплевать, поздно, спросить. Ах, нет, никто из журналистов не захотел узнать, а деньги где? В Зинове, или Константинове, или что-то... Ну, куда совать свой нос, это, в общем-то, я думаю, чревато. Я хочу сказать, что про меня тоже сейчас в интернете очень интересная статья. Да-да-да, я сегодня читала. А вы, кстати говоря, в гражданской жизни кто? Я безработный, я так называю, безработный, всем представляюсь, чтобы не было лишнего вопроса. Так, чтобы не было лишнего вопроса. Я что хочу сказать, вот вы сейчас говорили, очень интересная вещь, что везде протоколы подделаны, это общая, так сказать, так и будем жить. Извините, пожалуйста, я не сказала последнюю фразу. Ну да, ну да. Это важно, это важно, извините, это важно. То есть вот здесь дом, 10 миллионов 800 тысяч, 10 миллионов 800 тысяч потрачено якобы на капитальный ремонт фасада. Я хочу обратить внимание. Соответственно, подписывал Янченко, наш Михаил Александрович, который не пришел. Этот дом, памятник архитектуры, он в мировом списке шедевров архитектуры. Его нельзя физически просто капитально ремонтировать, это невозможно. Однако наши чиновники могут, вот, пожалуйста, протокол капитальный ремонт фасада 10 миллионов 800 тысяч. Заявление подано на имя уважаемого Сергея Ивановича Литвиненко. Тишина? Мы молчим. 10 миллионов 800 тысяч? Где они? Мы не знаем. Значит, моя позиция такая, что эти деньги, вот эти вот огромные суммы, да, они должны не исчезать в непонятном направлении, а должны идти на реальный ремонт, по реальным сметам, по реальным протоколам, по реальным договорам. А если, как, так сказать, мы будем говорить, что так везде, ну давайте так и жить. Это как все побежали, и я побежал. Ну, я вот... Ну, спасибо, наконец-то вы нашли, против кого здесь можно было. Не согласен, я просто возразил. Я имею право возразить. Мне же невозможно. Да. Он сейчас что-то не делает, подел на протокол. Конечно. Да, а фасады он тоже сам ободрал. Как? Ну, там, вы не верите людям. Я говорю, что вот они сами фасады ободрали, чтобы вас вести в заблуждение. Так, давайте на этом остановимся. Что ты делаешь? Ну, как сказать, я еще что хотел добавить. Значит, дело в том, что мы обратились наверх в Москву, да, всем, и нас поддержали, все поддержали. Значит, поддержала Генеральная прокуратура. Вот на днях я получил, значит, сообщение о том, что первый заместитель Генерального прокурора Буксман, я уже говорил об этом, что он принял меру, вот здесь написано, продел проверку по поручению первого заместителя Генерального прокурора. Это высшая власть государства. Плюс у нас получена, значит, здесь у меня полная поддержка моих инициатив, моих, так сказать, действий по, так сказать, выяснение обстоятельств этого, так сказать, хаоса, назовем так, да? Это не в сказке время. Я сейчас здесь тоже скажу о том слове, да? Значит, от Зюганова Кеннадия Андреевича написано, выражая его свое восхищение, написано, выражая свое восхищение по поручению, да, Зюганова. Дальше Жириновский Владимир Вольфович написал, ура, да, вперед. Дальше, на самом деле, Миронов Сергей Михайлович, справедливая Россия, да, вперед, мы бы приглашали сюда, но не нужно, потому что есть в первых листах, так сказать, что проводить эти письма, они все есть, и вы должны, так сказать, да, вот, в Москве лично был мой человек, и все будет. Значит, соответственно, все приветствуют, и все только за, никто не сказал, что мы неправы, поэтому я считаю, что, так сказать, мы движемся в правильном направлении и будем двигаться дальше, а вот Анна Арканин спросила, что здесь вот газета в Даневское время делает, ну, это один такой эпизод, самый некрасивый, самый, так сказать, нехороший, да, тоже его надо осветить. Значит, ЖКХ это большой бизнес, большие деньги, да, значит, ты вот, согласно того, что мы вот вскрыли факты, она мало контролируется, так сказать, финансовыми и другими, так сказать, институтами. Ну, и вот занимаются у нас администрация, помимо всего прочего, мусорным бизнесом, мусором занимается. Мусорный бизнес это огромные деньги, прибыль, огромная прибыль, она не контролируется. То есть как ты убрал, непонятно, там, убрал вообще, может, не убирал. По всему Адмиралтейскому району расставили мусорные баки, по всему. Расставили их незаконно, незаконно. Под окнами граждан, не мешает там жить, и так далее. Люди, так сказать, страдают, умирают даже уже, там, у меня умерло двое человек в доме. Значит, Георгий Сергеевич Полтавченко, вот, «Невское время» газета, да, вот она, пожалуйста. Я пишу ему, Георгий Сергеевич, примите меры, у меня мусор под окнами, да, «Георгий» 154. Вот Георгий Сергеевич что пишет, газета «Невское время», значит, тот он пишет, «Мусорные деревья, под окнами на газонах». Губернатор, мусорный бюллик там временный за то, что кто-то пластинка сжег во дворе, а этот подворот не говорит, но это позор, этот позор длится вот уже с, значит, начала двенадцатого года, вот тут все заявления на «Невского болтавчика», он не отвечает, это некрасивая ситуация, и я считаю, что из него надо выйти вот с лицом, с достоинством, с чистым, да, и прокуратура внесла представление, и общественность подала все заявление, и вот молчит губернатор. И мне губернатор ответил только после того, как я, мой человек, поехал в Москву, лично поехал в Москву, написал Жириновскому, Зюганову и Нарышкину, значит, представитель Государственной Думы, пришли бумаги оттуда сюда, и я просто скажу, юридическая практика, юридическая, но когда приходит запрос от главы, значит, про партии или от представителя Госудумы, то ответить может только первое лицо, только первое лицо. И вот Георгий Сергеевич, да, Георгий Сергеевич мне отвечает, мне отвечает, вот сейчас одну секундочку, Это очень важный момент. Губернатор города здесь важна, и она должна быть понятна.